Поломка бытовой техники та еще неприятность, особенно когда нет средств, чтобы купить новую. Данная ошибка означает, что есть вода в поддоне, либо что не работает насос, который откачивает воду. С него я и начал свою проверку. Для этого нужно слить воду, которая находилась в барабане, ну потому что загорается ошибка, вода набирается, но не сливается. Слили сколько можно, затем подкладываем тряпку и откручиваем пробку, которая является также частью насоса. Вдруг там что засорилось. Там все нормально, ничего экстремального я там не нашел. Насос работает. Теперь проверяем нахождение воды в поддоне. Наклоняем машинку и из нее вытекает вода. Это, конечно, печальная новость. Нужно искать, откуда она там взялась. Теперь нам нужно снять верхнюю крышку. Крестовая твердка не подходит, там расположены звездочки. Можно попробовать открутить подходящей плоской твердкой. У меня вот подошло. Но лучше всего, конечно, подобрать биту и воспользоваться шуруповертом. Крышка также, кроме саморезов, держится еще вот на таких вот защелках. Их нужно тоже, естественно, отчелкнуть, чтобы снять крышку. Давайте будем проверять. Сначала все патрубки. Все нормально, никакой патрубок не слетел. Все целые. Вот патрубки подачи воды тоже без проблем. Все целое. Но откуда-то берется вода. Давайте проверим еще снаружи, где барабан, уплотнитель барабана. Его нужно снять и посмотреть. Может, он где-то в каком-то месте протерся, повредился. Все проверил. Все нормально. Ищем дальше. Ну, я понадеялся, что может это был какой-то единичный случай. Давайте попробуем включить машинку. Включаем. Ошибки уже нет. Ну, это хорошо. Давайте попробуем запустить стирку и посмотрим. Ай-яй-яй. Вода все-таки под машинкой есть. Значит, где-то она поступает. Ищем еще раз. И смотрим с фонариком, что на боковой стенке у нас есть капельки. Но откуда они там взялись, абсолютно непонятно. Поэтому стенку нам нужно протереть насухо и попробовать запустить машинку еще раз. Давайте будем смотреть вместе и очень внимательно. Итак, пошла вода. И видите, начинают появляться капельки. Предположительно, где-то это между лотком и барабаном. Вот пока льется вода, появляются капельки. Ну что ж, будем разбирать машинку дальше. Рукой я нащупал, что вода поступает из вот этого патрубка, который идет от барабана к лотку. Раз уж я расколупал всю машину, решил проверить, что там снизу. Снял дно и проверил все патрубки и все шланги там. Там все абсолютно нормально. Можно спокойно дно прикручивать назад. Для того, чтобы добраться к патрубку, удаляем лоток. Там есть несколько саморезов. Их надо выкрутить. Ну, естественно, шуруповертом это сделать проще. Но нужна подходящая бита. Бита там звездочка. Саморезы я вроде бы открутил, но лоток никаким образом я не смог вывести. То есть он шатается, он вышел из зацепления, но никак не выходит. Нужно снимать вот эту верхнюю железную планку. Откручиваем на ней пару саморезов и убираем. Саморезы вы там увидите, не пропустите их. После этого лоток можно снять. Ну, конечно, я еще забыл вам показать, что отцепил вот этот вот хомут от соответствующего патрубка. Снимаем хомут с патрубка у самого барабана и вынимаем, ищем повреждения на нашем старом патрубке. Вот так вот он потрескался, довольно-таки приличная трещина. Прикупил я новый патрубок, он очень мягкий, прям по сравнению со старым, прям в разы. У меня аж удивились в магазине, когда я дал им вот этот вот свой старый патрубок. Они говорят, машинке поди лет 20. Я говорю, ребята, 5 лет всего машинке. Стоимость патрубка 1250 рублей. Ну, теперь нужно его установить назад. Сначала я хотел его поставить на барабан, а потом уже защелкнуть в лотке. Но это была неправильная схема, я просто никаким образом не смог подлезть нормально по слазкогубцами. Ну, может, у меня просто не было необходимого инструмента. Ну, я пошел другим путем. Сначала на лотке закрепил патрубок и одел хомут. Затем лоток мы втыкаем на место и просовываем руку, одеваем наш новый патрубок на барабан. Не забываем также потом одеть хомут. Все нормально, все установил. Защелкиваем наш лоток назад. Чуть не забыл одеть еще один патрубок. Так, все одели, все защелкнули. Закручиваем, кстати, вот эти саморезы, которые я вам показал. Забыл показать на вот этой металлической планке. Защелкиваем назад переднюю панель. Она только на защелках. Откручивается она только под лотком. Вот в этих местах, которые мы раскручивали, вот только на этих саморезах и держалась передняя панель. Втыкаем назад лоток, в который насыпается порошок. Также не забываем воткнуть назад подачу воды и одеть, естественно, хомуты. Так, теперь финалочка. Нужно все проверить. Пошла вода и капель нет, ребят. Ну, это прям бальзам на душу, что не нужно покупать новую стиральную машинку. Кстати, друзья, машинке всего 5 лет. Машинка что Bosch, что Siemens делается практически из одних запчастей. Порошок ушастый нянь. Почему-то говорят, что порошок ушастый нянь не дружит с Bosch и Siemens. Я надеюсь, друзья, мое видео было кому-то полезно. Ставьте лайки, если оно вам помогло. Пишите какие-то свои комментарии. Всем удачи, до новых встреч.